Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за просмотр! Я рад вас приветствовать в этот полный день. И перед тем, как я начну тему своего уникального проекта, я попрошу вас мысленно перенестись из этого душного помещения, в котором еще приедешься в свет, в какой-нибудь тихий ресторанчик в историческом центре Москвы Леонидовской Москвы. Представьте себя в окружении конеченными интерьерами, представляющими себя сплотными от эмоциональности и французами изяществами. При предании об обображении картине натуральности, я предлагаю вам ответить лапкость по нашему шеф-добору. Точно такой, что ждет в этом ресторане, который есть с ними, кстати. А вот, собственно, для полной картины. Внимание! Итак, обыгранные темы. Обыгранные темы у ресторана. Мой темы звучит как информационно-ографический комплекс для ресторанов, а именно для ресторанов традиционной сухонизации и литературы. Эта тема была показана мной не случайно. Более случайно мне уже связаны профессиональные отношения с представительственными ресторанами и директорами. Эта тема всегда попала мне интересна. Интересные блюда, мне нравятся необычные какие-то блюда и кухни разные. И сама я, в общем-то, люблю поесть. Хоть, может, даже не так сказать. Да. На сегодняшний день самой едой костер уже не удивеешь. Тритики считают, что будущий ресторан у бизнеса за об этом интересный концепт. То есть по концептам, за идеями и атмосферой в целом. Если подробнее говорить о моем заказчике, то заказчиком является проект Фу Мария Фолькер и Фланкутен. Московского шеф-повара и комбинарного новатора Софии Карачинцевой. Вот ее собственно. Мы с ней уже работали ранее. Я за будущем ее немножечко помогала сделать проект Фу Марии. И мы с ней вместе отрабатывали проект Фу Марии. Вот. Так что мы продолжаем заниматься. София начально занималась, очень увлекается французской тематикой и в частности. Она на всяких кулинарных ярмах и в очень хороших вещах продвигала свой такой продукт под названием фанкур. Это вроде с кокопленным пирогом, в общем, скорее выглядит как пицца и действительно является очень вкусным. София попыталась расширить свои призонты творчески, потому что Фланкутен в целом произвел впечатление на людей, нашел отклик и людям понравилось, и они хотели как-то больше вытачивать такого подобного. В моем мнении тоже представлен Фланкутен. Итак. Подробнее я немножечко расскажу об экзасе в Таинбии, потому что это тоже очень важная часть традиционного. Франция и Германия в целом были самые главные опоры и прописки союза. И единственные провинции, которые объединяются с этими нациями, это Идзе Султанито. Если немножко углубиться в историю, то имперская земля, земля Германской империи, расположенная на территории сегодняшней Франции, была когда-то после Франко-Русской войны поднятая германцы, потом, после Гражданского движения снова возвращена французами, французам, потом во время первой мировой войны она снова получила германсов. Это все очень нравилось военности экзасцев у Таинцев. И в Первой мировой войне у них даже было такое выражение, когда они говорили, что они не будут воевать за германских, они воевали без нас. Было их словно. После оккупации Франции, уже в 1924 году, в 1924 году, в 1924 году я вновь пришла по контролю Германии, и после войны в 1924 уже снова опять возвращены на Францию. И не случайно называю вот эти вот странные события, когда и другие странные скачки происходили, как мы видим эти земли войны с другом свидания, вынужденного участия в этих войнах и политических раздоров. Мне кажется, это сейчас особенно актуально. Я хотела обратить в своем подходе на это внимание. Я нашла целеса, как обратить внимание на тематику европейской церкви именно в открытии единства и общества, исторически принадлежащих к разным народам, в объединенных одной судьбой. Обратиться в толерантности в мире и в службе народов. Четыре, естественно, обстановки в сегодняшний нашу жизнь, которые растут в существовании каждого из нас. Очень важно. Актуальность темы также... Актуальность темы также может прислушать многочистость предложений на рынке общественного питания, поставленного в Москве, их масс. Внимание, отмечающим деталям высоких уровень исполнения этих элементов, а дети являются одним из необъемных факторов в условиях строжайшей конференции. Актуальность темы очень сложно. Моя целевая аудитория, это... Актуальность темы, которая для них... Если учитывать специфику российской действительности, то наш социальный класс можно описать как высший слой среднего класса и низший слой высшего класса. Здесь очень есть такое странное понятие, потому что в российских реалиях средний класс актуальность особенно то же самое, что и в Европе. Так что, в общем, если все это взять и понять, что это обусловлено характерно для России, значимым разрывом между средними и высшими слоями, то в Европе бы этот ресторан считался трудным видом. Актуальность в России это Европе получается. Моя целевая история, это скорее мужчина, примерно 25-40 лет, который обладает высшим образованием, занимается интеллектуальным трудом, он способен добиваться определенных успехов и совершенно точно самостоятельно. Из-за концентрации на карьере он не успел или не захотел заводить детей, но уже отзывался в постоянной студнице, либо в браке в состоянии, либо просто без антибиотики. Но без антибиотики. Он является совершенно предупредителем, разбирается где-то, и узнает, чего хочет дальше. В ресторане Митлунья ходят, в основном, в пластике, и вот как раз на веселье к детям, потому что в общем, здесь нет ресурсов, и вот. И именно мужчина, почти изменили к тому, что у нас все-таки видно, что ресторан приглашает мужчина, и мы все-таки не делаем. В целом, пензас вилдорей, так и называется, ресторан, ресторан для тех, приобретенообразие, в сочетании с качеством. Это участие, где диалоги ресторана посетили, попадая из баллов, которые есть времена, традиции, где в карете, благодаря посетили совершенно прекрасно обычный шеф-твора, и курач-карсанал. И его спецторан. Ресторан является традиционным. Команда тваровов вовлечена в эту тему, тему именно французской, русской публики. Благодаря особенности курач-карсаналу, отекший в основном проработок, все концерты, все следили. В ню ограниченно сочетается тудо-геметским, тудо-геметским. Это можно упитать как раз на наш, скажем так, пивной цвет. Это тудо-геметский. Там, где так бывает тудо-геметский, тудо-геметский. Но это, наверное, не выписано так, потому что точно так условно и не должен принимать такое внимание на себя. Сама концепция ресторанов завозно мотивирующих людях и атмосферных людях. Европейских родителей создания комфортного пространства. Название Эльзас 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 написано намерно по-немецки. В нем присутствует реталлурная песня, что подчеркивает группу напряженность в Германии. Слово в таком написано по-канцевски эльзас по-канцевски подчеркивает фактические ретики. На задней присутствует степ и он заменяет немец. И в дальнейшее время она, конечно же, используется только в немецком языке, но на этих нас продвигает довольно распространенная практика и она поменялась в этой ситуации на весь язык, кисленность и я не боялась вставлять ассоцент потому как я уже сказала два аудитория моего ресторана образованные люди с высоким топором. Поэтому я считаю, что они могут знать что это такое, что это такое. В этом работе принестили между самым дачным элементом блоком для значения названия регионов. Такой знак привлекательный, лаконичный и запоминающийся. Мне показалось, что антикл лучше всего подойдет для отражения специфики нашего исследования, в том, что выходит в существенную действительность протеза. Я отказался выполнить графические применения. Мне остается разрешение вынести с первыми названиями и разделиться в отдельный знак. Получилось буквы EL, что вполне совершенно различно и в то же время начали конечный, потому что это ресторан. Приятного второго дамы я попала из психотехтов введения. Ну, вторая введение, а сюда пшенические спины и благородные власти. Вот я могу заключить. Сейчас ваш вопрос. Практическая значимость предоставленной работы выражается в том, что она является неотъемлемой частью образа ресторана. В дизайне фотографического комплекса будет согласован заказчикам, разработанным таким образом, чтобы ограниченно дополнить симптомы выбранные объекты проектировали. Таким образом, полноценная реализация концепции ресторана на практике невозможна без реализации моего проекта инфографической части. В составе степени проработки аналитических ресторанов полосы с формулированными заказчиками так и сборы анализа с формулированными информациями. В степени все заявленные цели предоставленные и в общем, я считаю, что мы говорили со своим заказчиком и мы считали, что в общем главным достойнством моей работы является строгая последовательность применения выполненных стилей правильному отдельному конкурсу. комплексу. От детей к реализации мне удалось, я считаю, выдержать все строительные оформления ресторанов, высокого класса, строительные индивидуальные отзывы. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В сезон АПЛОДИСМЕНТЫ быстрее